С вами новости спорта и я, Илья Монгода. Здравствуйте. Сначала вести из Словении, где завершился чемпионат Европы по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе сборной России там выступала водкинская спортсменка Надежда Пушпышева. Она выиграла в своем классе золотую медаль, став трехкратной победительницей континентального форума. Теперь шахматные новости. В Зеленограде на чемпионате России среди мужчин-инвалидов, по слуху, отличился наш земляк Николай Иванов. Набрав 7,5 очков из 11 возможных, 66-летний шахматист занял четвертое место. Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 21 региона страны. Среди них были два заслуженных мастера спорта, 6 мастеров и 17 кандидатов в мастера спорта. А в зимнем легкоатлетическом манеже продолжается реконструкция беговых дорожек. Старое покрытие прослужило 9 лет и за это время порядком износилось. Работы подходят к завершению, к середине октября их обещают закончить. Осталось сделать разметку, и легкоатлеты приступят к тренировкам в своем обычном режиме. А теперь переместимся на волейбольную площадку спортзала «Торпеда», где прошел всероссийский юношеский турнир, посвященный памяти заслуженного тренера страны Делли Щуклина. Участники соревнований, а также воспитанники и друзья тем самым почтили память легендарного ижевского наставника. Делли Щуклин удивлял и восхищал многих своей неуемной энергией, преданностью делу, а также новаторством в тренировках. Именно он начал первым в Удмуртии и даже в России проводить селекцию среди юных ребят. Выбирал самых рослых, скоростных, сильных. Тренировался у него в свое время и Сергей Акимов, ныне тренирующий казанскую команду юных волейболистов. Для нас это памятно, потому что это мой первый тренер. И мы рады всегда здесь находиться. Отличная атмосфера, хорошая борьба и полгода праздник волейбола. Знают, кто такой Делли Щуклин и юные игроки Удмуртии. Это заслуженный тренер России. Он тренировал хорошую команду. Они на чемпионате выступали, в бедном местах занимали. Рассказывали много. Эти соревнования проводятся не первый год. Они стали уже всероссийскими. На турнир приехали 11 команд из Татарстана, Башкортостана, Пермского края. Выступали и юные волейболисты Удмуртии. Для всех ребят это был хороший соревновательный опыт. Естественно, эмоции у них зашкаливали. Впрочем, у наставников тоже. Давай, два, три. Забудь. Ассадь. Забудь. Волейбол все-таки эмоциональная игра. Быстрые розыгрыши. И каждая ошибка решает, мяч выиграем мы или выиграет соперник. Поэтому без эмоций никуда. Это бонус. Победителем стала команда «Ижевск-2004». Второе место у сборной Пермского края. Третье у «Ижевской дружины» 2005 года рождения. Наставники Удмуртии взяли на заметку и несколько игроков из сельской глубинки. Говорят, у них есть шанс поехать в декабре на зональный турнир. В «Ижевске» завершилась четвертая городская спартакиада ветеранов, которая длилась почти год. В программу входили 10 видов спорта. Победителями в своих категориях стали команды «Советы ветеранов Октябрьского района» и «МВД по Удмуртии». Радуют своей отличной спортивной формой и наши ветераны легкой атлетики. В «Дюртюли» на всероссийском турнире они завоевали 11 медалей. Золото в полумарафоне на счету Фануза Гайнудинова, Надежды Лушниковой и Анатолия Овчинникова. На марафонской дистанции праздновали победу Александр Данилов и Анатолий Кисамюев. Отличились на всероссийской летней спартакиаде детей-инвалидов по зрению и юные атлеты из Удмуртии. В турнире по плаванию они выиграли три медали. Серебро завоевали в своих категориях Дмитрий Энтентеев и Булат Салихов. Еще одна награда бронзового достоинства на счету Егора Кузьмина. А теперь переместимся на биатлонные трассы. Не так давно комплекс имени Демидова преобразился, стал более современным и технологичным. Но, как оказалось, нет предела совершенства. Мы побывали в Чайковском на местном комплексе международного уровня и узнали у спортсменов, что нам можно перенять у соседей. В Ижевске есть и современные мишенные установки, информационное табло и вакс-кабины для спортсменов. Только есть и недосчеты. Например, болельщикам с их трибуны практически ничего не видно. Стрельбище расположено в низине, тренерская биржа поднята вверх. Поэтому ориентироваться на стрельбу приходится по картинке на экране. В Чайковском все иначе. Комплекс у географических соседей не зря получил статус международного. Здесь все продумано до мелочей. От удобства для спортсменов до комфорта сотрудников. Один только пресс-центр оборудован для нас, журналистов, всем необходимым. Розетки, столы, бесплатный Wi-Fi для оперативной работы. В Ижевске о таком приходится только мечтать. И это только один компонент, который стоит взять нам на вооружение. Нам давно уже пора поравняться на нашего соседа. Это всего 90 километров от Ижевска. Взять все лучшее, что есть здесь. И даже добавить своего, чего-то интересного. Проблема этого комплекса может быть в том, что круги ограничены. То есть там 4 километра максимум ты можешь сделать. А по идее в Тюмени очень здорово сделано так, что ты просто 10 километров можешь навертеть, на одно место не попасть. Само здание комплекса универсальное. Стрельбище, старт и финиш можно наблюдать с разных точек без посещения стартового городка. К слову о трассе. У соседей она более рабочая, отмечают биатлонисты. Рельеф разный. Здесь он более такой рабочий рельеф. Затяжные такие подъемы. А у нас получается, что ты можешь в крутой подъем отработать и уже на длинном спуске отдохнуть. А тут такого нет. То есть тут и повороты, приходится на поворотах работать. И в подъемы упираться. Но даже в таком комплексе не все учтено. Например, до гостиницы приходится добираться на специальном транспорте шаттле. В этом ижевский спортобъект выигрывает у своего соседа. Это была последняя информация выпуска. До встречи.